Я пока развяжусь. Если вы готовы, то уважаемые масс-медиа, уважаемые граждане, добрый день! Сегодня мы попросили о брифинге, сегодня мы предлагаем выслушать нас по очень важному вопросу. Вопрос касается прожиточного минимума, продовольственной корзины в целом. Какая ситуация у нас в Республике Молдова, особенно с учетом тех социально-экономических катаклизмов, которые происходят именно у нас в стране, в результате деятельности или без деятельности, скорее всего второе, как говорят наши граждане, правительство Республики Молдова во главе с правящей партией, во главе с теми всеми профессионалами, так называемыми, которые есть на сегодняшний день. Итак, мы неоднократно, фракция коммунистов и социалистов, в парламенте выступали за социальные проекты. У нас их более 50 проектов, которые были зарегистрированы нами. Как вы знаете, практически не один, точнее только два были приняты на последнем заседании, рассмотрены на последнем заседании парламента. И один из них отвергнут, второй пока принят, посмотрим, что будет дальше. Ситуация в стране не меняется. Правительство самостоятельно не может улучшить жизнь граждан. Не в какой сфере. Абсолютно. И это уже доказано, причем доказано ими самими, причем доказано их депутатами, причем доказано их районными советниками. Никто не может ответить на вопрос, почему мы стали жить гораздо хуже, почему мы стали жить гораздо беднее наших гражданей, и почему страна катится в пропасть и еженедельно пробивает все больше и больше дно. Итак, о прожиточном минимуме, который есть на сегодняшний день. Будет некоторое количество цифр, поэтому вы уж не обижайтесь в этом вопросе, без этого абсолютно никак. У нас в Республике Молдова есть закон о прожиточном минимуме, номер 152. А этот закон был принят в 2012 году, насколько я не ошибаюсь. На базе его было разработано и принято постановление правительства, которое определяет критерии, нормы, в том числе список продуктов, громад, штуки, литры, того, чего необходимо для того, чтобы жить, для того, чтобы выжить. Вообще, начнем с самого определения. Минимум деэкзистенции. То есть, минимум существования, даже не выжить, существовать, такой страшной формулировки нет ни в одной стране мира. У нас она есть. И, как вы видите, в 2012 год, когда был принят закон, эта формулировка вошла в силу. То есть, наши европейские правительства, которые были до этого, да и нынешние в том числе, они руководствуются с точки зрения, что человек должен не жить, а должен выживать. Извиняюсь, как говорят в народе, чтобы не сдохнуть. Вот такая вот ситуация по определению этих понятий. Итак, на сегодняшний день, за 2021 год, статистика выдает сумму в 2154 ле. То есть, это сумма, которая необходима одному среднестатистическому человеку, чтобы существовать. Сюда входят как продукты питания, так и коммунальные услуги, так и промышленные товары, одежда, обувь, транспорт и другое. Можно ли сделать это на эту сумму? Ответ очевиден. Понятно, нет. Но мы рассчитали следующий, более важный момент, что касается продуктов питания. Потому что мы же понимаем, первое, что заботит каждого гражданина Республики Молдова, это еда. Это что? Покушать. Так вот, исходя из сегодняшних цен, высоких, очень высоких цен, и согласно тем нормам, которые есть в постановлении правительства о прожиточном минимуме, человеку необходимо 1648 леев для того, чтобы существовать. Немножко сравнение. Сегодня минимальная пенсия 2278 леев. Это минимальная пенсия, которая есть на сегодняшний день. То есть она покрывает всего 64% от потребительской корзины, от тех продуктов питания, которые надо, чтобы не умереть. Сегодня у нас средняя минимальная пенсия зарплата в реальном секторе 3500 леев. Это почти 50% от этой зарплаты. То есть у человека остается 1815 леев для того, чтобы оплатить коммунальные услуги. Все, а у нас на сегодняшний день, вы знаете, суммы тысячами измеряются, даже у пенсионеров за коммунальные услуги, для того, чтобы купить одежду, для того, чтобы передвигаться. А с учетом того, что это минимальная зарплата, в каждой семье есть дети. Что должны кушать эти дети, неизвестно. Даже если мы возьмем среднюю пенсию, там тоже ситуация не лучшая. Средняя пенсия 2653 лея, это чуть-чуть больше 63% из покрытия. Дальше. Это в качестве цифр сравнения. Напомню, что Республика Молдова по инфляции лидер в Европе, на всем континенте. Не по уровню в жизни хорошему, а по инфляции. То есть мы самые бедные. То есть в Республике Молдова быстрее всего и на больше всего растут цены абсолютно на все. И это достижение нынешнего правительства. Ни одна страна в Европе не спустилась в такую яму катастрофическую, как Республика Молдова. Дальше. Знаете, как у нас говорят, что раньше плохо мы жили. Так на сегодняшний день нам даже на эту плохую жизнь не хватает людям пожить. Хочется сделать некоторое сравнение. И оно очень-очень важное. Были разработаны в 2013 году, а я напомню, 2013 год, это правительство господина Лянка. Это правительство, в котором заседали все три руководителя. А ныне сегодняшние руководители Молдовы. Все три. И занимали очень высокие посты. Министров, замминистров. Поэтому участвовали то ли косвенно, то ли прямо во всех этих вещах. Как минимум голосовали вот за эти критерии и нормы. Итак, у нас были критерии и нормы до 2013 года по потреблению продуктов питания. Что это такое? Это, возьмем, продукты, которые измеряются в штуках, в литрах, в килограммах. Так вот, они умудрились в 2013 году уменьшить количество потребляемых продуктов. Если у нас, возьмем хлеб пшеничный до 2013 года, на одного человека в месяц, возьмем месячную норму, было 7,22 штуки, то они считали, уменьшили на единицу. Меньше хлеба надо. Вот какие-то у них расчеты. Если мы возьмем крупы, до этого было 1,01, то сегодня это 0,72. Уменьшили, уменьшили на 30%. Если мы возьмем мясо, к примеру, говядину, до этого полкилограмма нужно было по тем нормам старым, то сейчас они, чуть более полкилограмма, то сейчас они уменьшили порядка на 10%. Я могу перечислять очень много, вот вы можете ознакомиться с этим постановлением правительства, оно в интернете, оно есть на сайте соответствующих структур, абсолютно в свободном доступе. Поэтому это первый момент. Второй момент. Если мы пойдем дальше и будем анализировать более детально цифры, то здесь для того, чтобы в день в среднем человек должен потреблять по нормам, которые приняло правительство Ленки, а мы должны понимать, что это в том числе и нынешние руководители государства, человек в среднем должен получить 1688 грамм еды. Поделить на три раза, это чуть более 500 грамм, чуть более полкилограмма. Из них возьмем, к примеру, соки овощные и фруктовые по 0,7 грамма в день. Вы представляете, что такое? 0,7 грамма в день. Неинтересно. Министры и депутаты правящей партии потребляют 0,7 грамма в день сок. Это же смешно. Колбаса по 10 грамм в день. Собакам дают больше. А они это для людей сделали. Бринза по 7 граммов в день. Как человеку жить? Непонятно. Чай 2 грамма в день. Что можно, какого чая выпить на это количество? Также неизвестно. Это меньше столовой ложки, так сказать, чтобы воду закрасить, не больше. Вот, пожалуйста, вот такие вот вещи. И это все происходит на сегодняшний день. Дальше. Если мы возьмем сравнение других стран, что происходит в них? Как я уже сказал, в Республике Молдова потребительская продуктовая корзина по нашим подсчетам 1648 ливен. Это примерно 83 евро. В зависимости от курса. Но что же происходит в других странах по этой категории? То есть сколько тратят наши соседи по региону для того, чтобы минимально просуществовать? Румыния 43 евро тратить. То есть там продукты дешевле, а у нас страна аграрная. Польша 70 евро. Опять же дешевле, чем у нас. Ирландия 66. Венгрия 47 евро. Эстония 61 евро. В Чехии 50 евро. Везде в этих странах продуктовая корзина дешевле, чем у нас. А у нас аграрная страна. Это же до чего нужно было довести ситуацию, чтобы цены у нас в Республике были на таком космическом уровне. Нужно делать выводы с этого вопроса. А выводов мы пока не можем. А выводов пока мы не видим, что бы делало нынешнее правительство. Что мы предлагаем на сегодняшний день из тех срочных мер, которые необходимо сделать? Я подчеркну, это срочные меры для того, чтобы хоть как-то потушить эту безнадежную ситуацию, которая существует в Республике Молдова благодаря бездеятельности, либо отвратительной деятельности нынешнего правительства. Пересмотреть нормы потребления продуктов питания. То есть не по 7 грамм брынзы должно быть в день, не по 10 грамм колбасы, не по 2 кусочка хлеба в день на человека должно быть, не по 3 ложки каша должно быть, не по половинке помидора, а нормальное количество еды, чтобы человек мог жить. Я повторюсь, жить, а не выживать. Я уверен, что никто из чиновников правящей верхушки и в целой нынешней власти не питается на те нормы, которые были проголосованы, я подчеркну, руководителями нынешнего государства еще в 2013 году. Отсюда вытекает состояние здоровья нации, потому что можно выделять на здравоохранение большие деньги, больше процедур, но если человек питается отвратительно, если он недоедает, то, что сегодня происходит у нас в стране, повсеместно и бедных семей становится все больше и больше, и подтверждение тому официальная статистика, которая, я уверен, не учитывает всю полноту катастрофической ситуации в социально-экономической сфере, которая сложилась сегодня в стране, то будет еще хуже. А если с учетом посчитать коммунальных расходов, транспортных расходов, расходов на элементарно одежду, потому что любая семья хочет, чтобы их ребенок был в штанах, извините меня, чтобы он мог купить себе хоть какую-то одежду, в конце концов, это нужно срочно сделать. Второй момент. Привязать расчеты минимальной заработной платы, а я напомню, сегодня она в реальном секторе аж 3500 леев, и минимальной пенсии, которая на сегодняшний день 2278 леев, она не хватает зачастую, чтобы оплатить коммунальные услуги, поэтому пенсионер выбирает между тем, что покушать, либо включить свет, или включить отопление. И это большая проблема на сегодняшний день. А это мы еще не вошли даже в осень, я не говорю о том, что зимой будет происходить. Так вот, привязать расчеты минимальной заработной платы и привязать расчеты минимальной пенсии к реальной стоимости прожиточного минимума. Не статистического, не вот этих вот грамм мелких, а к реальным ценам, к тому, что происходит. Для того, чтобы реально улучшить ситуацию, а не на бумаге. Потому что те заверения, которые на сегодняшний день исходят от власти, о том, что мы увеличили расходы, что денег стало больше, это все просто заявления, это все просто электоральные обещания, пустые обещания, которые не реализовались. И третий момент. Индексировать и минимальную пенсию, и заработную, и пенсию в целом, и заработную плату ежеквартально. Я напомню, совсем недавно, 9 июня, мы зарегистрировали проект закона под номером 230 фракции Блока коммунистов и социалистов, который предполагает ежеквартальную индексацию пенсий. Это срочная мера, это пожарная мера, которая призвана хоть как-то улучшить ситуацию самых незащищенных категорий населения, которых с каждым днем становится на десятки тысяч, все больше и больше. Поэтому, уважаемые власти, не примите это как личное, а примите это как недоработки ваши. Прислушайтесь и реализуйте хотя бы что-то из этого, потому что ситуация катастрофическая. Жить становится невыносимо в стране. И то, что раньше было, становится страшным. И когда вы говорите о том, что жить стало лучше, граждане этому не верят. Это раз, два. Какая оценка той лучшей жизни, которая есть? Это тогда, когда человек приходит домой, открывает холодильник и видит там больше продуктов, и видит там лучше продукты. Вот это и есть реальная оценка жизни. Реальная оценка лучшей жизни, это тогда, когда отец видит своего ребенка в лучшей одежде. Это тогда, когда семья может себе позволить лучшее образование, лучшее дополнительное, факультативное образование. Съездить не просто на Украину или в Румынию, в ближайшую, как у нас в предыдущие годы ездили наши граждане, а съездить в другие страны, посмотреть и отдохнуть. Вот это и есть уровень жизни. Поэтому то, что происходит на сегодняшний день, уже, к сожалению, ситуация страшная входит в норму. И, к сожалению, на сегодняшний день мы не видим от власти никаких действий. Спасибо большое.